МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакин. Сегодня выпуски. Необходим единый специализированный Центр обслуживания населения без дублирующих подразделений. Такое мнение высказал заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпикпаев. Семь лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Такой приговор вынесен в отношении 30-летнего жителя Тимиртау, который в августе ограбил микрокредитную организацию. Последователи Великого Хазбекби собрались в Караганде для участия в республиканском конкурсе ораторского искусства. За звание лучшего борются 16 лучших ораторов Казахстана. В Карагандинской области продолжается визит заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпикпаева. 17 ноября он посетил специализированный Центр обслуживания населения и регистрационно-экзаменационный отдел управления административной полицией. В декабре 2012 года в Караганде заработал первый в стране Центр обслуживания населения, в котором начали выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомашины. Его главное достоинство в том, что здесь процедура регистрации автотранспортного средства занимает не больше часа. За пять лет жители области по достоинству оценили преимущества спеццена. Однако имеются и недостатки. Их озвучили карагандинцы во время визита заместителя председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпикпаева. Недовольному посетителю объяснили, что все процедуры проходят в рамках закона. Когда человек списывает машину, утилизация идет, спрашивается справка о налоговой задолженности, об отсутствии налоговой задолженности. Здесь в базе нет такого об отсутствии налогов. Здесь полностью выходят налоги. Здесь, естественно, оплачен налог или не оплачен. Естественно, люди, когда делают утилизацию, идут сразу в налоговый департамент и берут эту справку. Да, но налоговики почему-то это рассматривают, это как бы не мои компетенции. Здесь нет, они же здесь сидели, сейчас же их убрали, они раньше сидели. Поэтому они справку выдают в течение, ну, я не знаю, 15 дней. Вся проблема заключается в несогласованности действий государственных органов. Олег Шпикбаев отметил, что этот вопрос очень правильный и его надо рассматривать на законодательном уровне. Заместитель председателя агентства также отметил, что необходимо объединить все регистрационно-экзаменационные отделы в одном спеццоне. В Астане, смотрите, спеццон обслуживает весь город. Ну, население в два раза больше, да, свыше миллиона, здесь полмиллиона. У них экстерриториально, практически весь пригород, как в Молинской области, он обслуживается в этом спеццоне. Я считаю, что вам надо внутри все, которые есть в городе, пригороде, все сократить и сюда передать. Сократились же. Здесь же у вас профессионально оказывают, они же не первый год, они же не в первую очередь в сомну уже. Да, да, да. Здесь пока нареканий нет, что здесь какие-то есть схемы там или еще что-то. Люди не жалуются. Здесь, наверное, открыто, прозрачно, поэтому невозможно. Олег Шпикбаев посетил также регистрационно-экзаменационный отдел управления административной полицией ДВД Карагандинской области. Здесь он также отметил, что не видит необходимости в этом подразделении. Ну, смотрите, в одном городе два рыва. Ладно, там где-то регистрация больших вон, я согласен. Ну, а остальные эти услуги, наверное, там можно, раз все есть, для этого создавать. Зачем это все? Ну, смотрите, сколько площадей есть, сколько у вас обслуживающих персоналов есть. Боих там, вот как бедные там, сколько сотрудников. Это же можно оптимизировать, на улицу вывезти, чтобы где-то порядок держать безопасность. Все это, по мнению заместителя председателя агентства, создает угрозу для возникновения коррупционных рисков. А предстоящая оптимизация позволит увеличить количество полицейских на улицах города, что положительным образом скажется на безопасности граждан. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Заключительным этапом визита заместителя председателя агентства Алика Шпикпаева стало участие в заседании областной комиссии по вопросам противодействия коррупции. Заседание прошло под председательством Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Конфликт интересов при государственных закупках, совместная работа близких родственников и несоответствие нормативно-правовых актов. Именно эти коррупционные риски наиболее часто выявляются специалистами областного департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Руководитель департамента Жандос Арсенов озвучил результаты работы мониторинговой группы. Необходимо отметить, что на исполнение данного пункта плана есть, то есть на нанесение отличительных знаков на служебном автомобиле потребовалось очень много времени. Наблюдалось нежелание руководителей госорганов по нанесению отличительных знаков. Были факты, когда на автомобиле ставили временные отличительные знаки на магнитах, чтобы в любое удобное время можно было их снять. Вместе с тем по инициативе департамента отличительные знаки в ближайшее время будут размещены и на служебных автомобилях подведомственных организаций госорганов. На заседании областной комиссии по вопросам противодействия коррупции также говорили о мерах по улучшению предоставления государственных услуг. По словам руководителя аппарата Акима Карагандинской области, активная работа ведется по внедрению автоматизированных электронных систем, через которые услуги можно получать в электронном виде. Задачей местных исполнительных органов по повышению качества оказываемых государственных услуг является 1. Популяризация государственных услуг с акцентом на электронную форму их оказания и оказания услуг через цены. 2. Обучение населения компьютерной грамотности. 3. Перевод госуслуг в электронный формат. 4. Проведение внутреннего контроля за качеством оказания госуслуг. 5. Правое обучение специалистов организации услугодателей и обучение навыкам работы с прикладными программными документами. Задача каждого государственного служащего – это формирование нетерпимости к проявлениям коррупции и решительные меры по пресечению их любых предпосылок. Особую опасность коррупция представляет в тех сферах, от которых непосредственно зависит повседневная жизнедеятельность, обеспечение общественной безопасности. Стоит отметить, что заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олег Шпикбаев работает в Карагандинской области с 15 ноября. За это время он ознакомился с работой государственных органов Караганды, Темиртау, Шахтинска, Сарани, Осакаровского и Абайского районов. Ну, я должен сказать, что очень много сделано. Я вот и в прошлом году посещал, мне понравилась еще раз эта чистота города, вот эти дороги совсем иного качества сегодня. Вот это все заметно. Мы ездили и в города-спутники, и в Темиртау побывали, и, соответственно, и в Шахтинске, и в Абайе были, в Осакаровском районе. Очень активно участие ваши общественные советы принимают сегодня, именно в управлении государством. Вот по Темиртау даже вот эти представители, вот, ассаблей, там, депутаты, общественного совета, вот когда вот эти дороги, говорит, это, ну, ремонтировали, говорит, ездили прям температуру асфальта замеряли для того, чтобы качественные дороги были. Это говорит о том, что сегодня сознание поменялось, и те, которые строили, видать, наверное, тоже задумались. Я считаю, вот такое отношение тоже совсем по-другому. Мы будем все, вот то, что сегодня строится, оно будет другого качества, потому что есть чувственное самосохранение и контроль со стороны общества. В рамках заседания областной комиссии заместитель председателя агентства Алик Шпикбаев дал ряд поручений, направленных на повышение качества государственных услуг, минимизации коррупционных рисков и улучшению условий жизни населения Карагандинской области. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Семь лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Такой приговор вынесен в отношении 30-летнего жителя Тимиртау, который в августе ограбил микрокредитную организацию в городе Металлургов. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье Уголовного кодекса «Разбой». Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 30-летний безработный житель Тимиртау будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В ходе следствия было установлено, что осужденный в момент нападения находился в нетрезвом состоянии. Около двух месяцев назад он, разбив стекло, проник в киоск, угрожая ножом 22-летнему кассиру, завладел деньгами из кассы в сумме 174 тысячи тенге. Продолжаем выпуск. 16 лучших ораторов со всего Казахстана собрались в Караганде. В Доме дружбы стартовал республиканский конкурс ораторского искусства, посвященный 350-летию Казбекби. Карагандзинскую область представляют 4 конкурсанта. Ораторам придется доказывать свое мастерство в трех этапах. Пожалуй, самое важное в казахском ораторском искусстве может быть передано слоганом «Слова, понятные всем». Ни логическая изощренность, ни напористый прагматизм, ни стилистическая красота не являются сутью этого речевого типа. До нашего времени дошли не ханские извлечения, а продукты народного творчества. Слово – это действенная форма влияния на людей. Учить молодое поколение красиво, грамотно изъясняться и убеждать собеседника, как это делал великий мыслитель, предложили еще на научно-практической конференции деятельность и творчество Казбекби как важный фактор модернизации общественного сознания. Она проходила в Каргу имени Букетова и завершила в Карганде цикл мероприятий в рамках программы «Рухани Жангеру», посвященных 350-летию Великого Бии. Теперь конкурсанты подтверждают, что этот год стал особенным для всех казахстанцев. Мы встали на путь модернизации общественного сознания, и этот путь мы проходим через осмысление истоков. Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры собственного национального кода. Владение вот именно вот этим искусством, как он может высказать свою мысль. Вы знаете, ораторское искусство – это идет издревле, это как бы в крови наших казахов, говорим. И мы в прошлом году также проводили конкурс, уже, конечно, не посвященный Хазбекби. Мы в два года один раз проводим конкурс ораторского искусства. Есть немало, как бы, скажем, молодых людей, которые владеют вот именно этим искусством, они участвуют. Импровизировать можно было где угодно – вайтписи, в судебном споре, в бытовой распри. Импровизация, являющаяся всеобщим принципом казахского речевого поведения и благополучно дожившая до нашего времени, весьма востребована и сегодня. Следующая особенность – поэтичность и аллегоричность речи вне зависимости от самой темы. При оценке конкурсантов жюри учитывало уместное использование архаизмов, содержательность, передаваемые конкурсантами мысли, ораторское мастерство, соблюдение норм литературного языка и стиля языка, ведение себя на сцене. Я родилась в Каркаролинске. Для меня честь представлять Карагандинскую область. Это мероприятие больше напоминает праздник, нежели конкурс. Хочется отметить, что и областной этап прошел на очень высоком уровне. Я выражаю огромную благодарность организаторам. Многие современные ораторы опираются на народно-политическое творчество. Подобные конкурсы расширяют сферы применения государственного языка, повышают языковую культуру, пропагандируют ораторское искусство и наследие Козыбек-Бия. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. 17 ноября в мире отмечают Международный день недоношенных детей, учрежденный Европейским фондом по уходу за новорожденными. По данным Минздрава, из 160 тысяч детей, рожденных в течение года, 7-8% появляются раньше срока. Врачи называют их особыми, а для родителей они необычные. Им нужны круглосуточный уход, любовь и ласка. В Карагандинском перинатальном центре провели настоящий праздник. Причиной преждевременного появления на свет таких малышей являются чаще всего тяжелая беременность и хронические заболевания их мам. Ежегодно в областном перинатальном центре на свет появляется около 500 таких детей. Им требуется длительный уход, в котором участвует не только персонал, но и мамы. В последнее время центру оказывают благотворительную помощь клуб «28 петель». Он радует малышей, их родителей комплектами для новорожденных, связанными вручную. Каждый год сохраняется этот процент недоношенных детей. И смысл также еще этого дня, чтобы больше привести общественности к проблемам недоношенных детей. Чтобы жизнь их в дальнейшем была без проблем, чтобы они могли учиться в школе и качество жизни было достойным. Они выросли достойными гражданами нашего Казахстана. День недоношенного ребенка отмечается с 2009 года. Еще его называют Днем Белого Лепестка. По словам медиков, подобный праздник призывает общественность обратить внимание на эту проблему. Товжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Будущие кулинары испекли торты в виде дорожных знаков. А студенты-парикмахеры соорудили прически на тему безопасности дорожного движения. В Балхашском колледже сервиса креативно отметили Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Студентка Балхашского колледжа сервиса заканчивает сладкий тюнинг своего съедобного автомобиля. На конкурс она испекла торт-машину. Бисквит пропитан сиропом и промазан кремом. В интервью она поделилась секретами производства. «Изначально мы выпекали квадратный бисквит, потом он разрезается и составляется в форму. То есть бисквит изначально был вот такой. Мы отрезали половину и из оставшейся части собрали корпус машины. Оформляли мы сливочным кремом. Для начала бисквит испекается, потом оставляется на 8 часов для созревания. Утром мы испекли бисквит и ближе к вечеру мы начали оформлять». Пешеходный переход из сливок и стоп по рецепту красного бархата – шедевры кондитеров первого, второго и третьего курсов. Вариант от поваров – овощной светофор. В Балхашском колледже сервиса подошли креативно к теме безопасности дорожного движения. Здесь состоялся конкурс студенческих инициатив, приуроченный ко дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Креативное воплощение трехцветного регулировщика показали парикмахеры. Они представили два варианта прически светофор. «Сейчас идет республиканская акция «Безопасная дорога», и мы решили провести такой творческий конкурс. Участники, конечно, удивили. Все молодцы, не ожидали такой креативности. Выбирать победителей будет тяжело, учитывать будем оригинальность и качество исполнения». В конкурсе приняли участие около 10 студентов разных специальностей. Первое место отдали Ирине Федоровой за торт «Дорога в колледж». Второе присудили пирожным Екатерины Савенко. Третье получил единственный представитель сильного пола среди конкурсантов Тимур Мухоров. В Казахстане с 13 по 19 ноября проводится широкомасштабная акция «Неделя безопасности дорожного движения». Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно в третье воскресенье ноября. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Морские львы, шоу с огнем, очаровательные русалки и талантливые акробаты. Это и многое другое ждет карагандинцев в ближайшие дни. С гастролями в шахтерскую столицу приехал московский цирк на воде. На предпремьерной репетиции побывала Токжан Лянова. Этим вечером жители города смогут насладиться восхитительным зрелищем. С гастролями в шахтерскую столицу приехали артисты московского цирка на воде. Циркачи рассказывают, в Казахстане их привлекает гостеприимство и дружелюбие народа. Это третий визит московского цирка в Караганду. На протяжении двух недель российские гости будут радовать своих зрителей интересными постановками и фантастическими трюками. В одном спектакле артисты продемонстрируют все четыре стихии, такие как вода, земля, огонь и воздух. Профессиональная пловщиха Оксана Кондратьева посвятила последние 15 лет жизни цирку. Она уверяет, выступление понравится и маленьким, и взрослым. Страна, конечно, ваша очень нравится, очень гостеприимные люди. В цирк я попала 15 лет назад. Спортом занималась сначала синхронным плаванием в детстве. Пригласили в цирк 15 лет назад попробовать себя артисткой в синхронном плавании. И на протяжении 15 лет я и плаваю, и уже 7 лет как работаю с морскими львами. Изюминкой вечера станет выступление с животными. Зрители увидят пару морских львов – Вику и Тоби. Несколько месяцев назад у морской львицы Вики и ее партнера Тоби родилась прекрасная малышка Кари. Но пока выступать со звездными родителями она не готова. И они своеобразные, они у нас южные, то есть это экзотика, они приехали из Южной Америки. В цирке они уже около 12-13 лет, то есть это довольно-таки состоявшиеся артисты, побывавшие уже и по всей России, и много раз в Казахстане, и на Украине, и за границей. То есть наши животные – это пара, у них пол-четыре месяца назад родилась дочка, то есть мы приехали с семейной парой, так сказать, мама, папа и дочечка. В работу пока выходят только двое. Будем показывать самые разнообразные трюки, все, что возможно показать с морскими львами, все будет показано в нашей программе. Если душа требует праздника, то цирк – это идеальное место для посещения. Мастера спорта по синхронному плаванию заполнят водное пространство, а над водой будут парить гимнастки. Побалуйте себя и своих детей незабываемым шоу. Напомним, что зарубежные гости пробудут в нашем городе до 3 декабря. Приобретайте билеты в торговом центре ШВС и в центральной касте цирка. Торжан Лянова, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова